Пока только тонула собака, как мы знаем, и курочки погибли, а вся скотина наверху, мы еще особо там ничего не проверяли. Что будет дальше, одной погоде известно. За день Ивановы из села Федоровское потеряли половину хозяйства, поднялась берля и живность просто не пережила уровня воды. Весеннее таяние стало сильнейшим за последние пять лет. Мы были уже готовы, как бы сказать, но не думали, что такой уровень воды будет большой. В Федоровское не одиноко, как сообщает районный исполком. Накануне вода пришла и в Большие Кайбицы, после в Беляево. А это сегодняшние кадры из Бурундуков. Жители спасают то, что еще можно. Из подворья выводят животных, учителя караулят мосты, чтобы в воде не оказались дети. В течение 30 лет такого резкого таяния снегов мы не видели. Сильнейший потоп в воде целые улицы. Здесь словно кадры из кинофильма «Послезавтра». Затопленными оказались Апастовские деревни, дворы Сармановского, Тукаевского районов. Жители выкладывали кадры в сеть. Хэштег «Паводок объединил». Прошли буквально сутки, и вода уже перестала пугать, а сразу перешла к решительным действиям. В один заход затапливает теперь не только дороги, а уже и дворы, и дома, и с ними погребы. Так Половодье встречают Гумаровы. Подпол залит до краев, но даже откачивать воду нет особого смысла. Она прибывает и прибывает. Вот набирается, он приходит сейчас с работы, будет опять качать. И до вечера, до 12 ночи качает. Казань, Буинск, юго-запад Татарстана. Половодье дошло до доброй части республики. В малых шельнах Тукаевского района вода не думает останавливаться и сегодня. Накануне здесь опасно было даже просто выйти на улицу. Машины по ту сторону останавливались и по эту сторону. Здесь бежала чурком вода. Вообще страшно было, чтобы посмотреть. Спасатели весну встречают в полной боеготовности. Пострадавших в потопе эвакуируют. В Кайбетском районе под это освобождают школы. По местам ожидания большой воды стоят спецпосты. Для проведения мониторинга пауток и обстановки в республике на сегодняшний день осуществляют работу 7 оперативных групп пожарно-спасательных гарнизонов в количестве 21 человека и 7 единиц техники. По информации спасателей и метеорологов, пауток этого года осложняет общий уровень воды в реках. Рекордная высота в Куйбышевском водохранилище сказалась на реках поменьше. Под угрозой затопления 209 деревень и поселков Татарстана. Рамиль Шайдулин, Альбина Минибаева, Амир Залюшев, Рамзель Гарипов, ТНВ, Казань, Кайбетские и Тукаевские районы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова